всем привет на моем канале хочу сейчас поднять одну тему которая наверное очень нас волнует по крайней мере в америке навряд ли этого волнует в зависимости наверное от района от штата от города я не знаю от местности я зашла здесь в нашу такую mail комнату да где я могу хотя бы начать видео чтобы потом поговорить на улице потому что сильный ветер сегодня праздник тишина 25 декабря и тут вы знаете какая ситуация я замечаю ровно неделю но может быть дней пять я вижу что вышла я уже на улицу и хочу сейчас показать что я вижу в течение около пяти дней пяти-семи дней вещь которая меня просто наверное немножечко поразила наверное вот одни из моих соседей уехали уехали и каким-то образом они не закрыли ворота я немножечко постою обратите внимание что здесь в гараже велосипед тренажер это ну будем так говорить наш народ нашел бы что там взять ну не хочу уточнять в плане страны это национальности но вы знаете мы свою квартиру не закрываем гараж можем тоже не частенько оставляем крытую машину если уезжаем на полдня не закрываем вообще ничего только в том случае можем закрыть если дождь до чтобы в гараж не заливала чтобы гараж не заливала водой знаете я даже думаю скорее всего автоматически люди нажали на пульт вот они на пульт нажали уехали вроде закрыли каким-то образом нажали на пульт а он сработал открыл и вот они уехали и я говорю неделю вот открыт гараж неделю велосипед тренажеры кресла всякие стульчики всякие потом инструментов там очень много разных этому я так думаю что здесь одна из вещей о которой можно не переживать это наверное то что что-то украдут свистнут обворуют опять-таки это я говорю конечно касается зависимости от штата от района это само собой даже это не уточняю мы это знаем я здесь еще не могу отвыкнуть знаете от чего когда я например зашла в магазин и обнаружила что я забыла телефон в машине или сумку в машине знаете когда была ситуация я беру оставляю телефон на столе в баре и мы вышли на улицу по свежим воздухом подышать на террасу знаете у меня мысли постоянно были на на столике в смеси с моим телефоном и я вам серьезно говорю это невозможно вы меня конечно извините я пойду его возьму и когда мне будет в руках я спокойно с удовольствием с вами здесь проведу время и пообщаюсь вот можете представить насколько это рубит и ну вот я сейчас сяду чтобы закончить видео для меня эта тема здесь конечно начинает забываться я честно говоря даже забыла о том что нужно здесь переживать по поводу того что у тебя могут что-то украсть но естественно опыт проживания своей стране меня моя жизнь заставила быть в этом плане очень осторожной когда ты переживаешь за машину чтобы ее не угнали не открыли не разбили стекло или еще что-то тем более у меня такая ситуация была я в машине оставила подушечку у меня была подушечка под спину чтобы я держала правильную осанку когда я вожу машину я эту подушечку а подушка в виде барсетки специально под поясничку такая она небольшая и она была кожаная подушечка как-то так вот ее абсолютно не задумываясь над тем что она кому-то может как-то кого-то может как-то соблазнить соблазнить я беру ее оставляю в машине заднем сиденье это было 31 декабря в прошлом году что вы думаете я открываю я оставляю ее там и у меня 31 декабря рано-рано-рано утром в 8 утра звонок в дверь у меня сосед мне говорили пожалуйста выйти у тебя разбито заднее стекло но он так выразился заднее что я представила что я сейчас выйду и у меня действительно разбито разбито заднее стекло когда я вышла и увидела что у меня разбито не заднее стекло а просто стекло которое на задней двери машины то мне честно сказать мне стало легче от этого хорошо что он сказал так знаете как говорят о я разбила машину что серьезно да пошел посмотрел а там буквально там ну я не знаю ну бампер может быть немножко лопнул вот как бы вот так и поэтому для меня честно чуть-чуть было облегчение конечно вся машина внутри стекла все это очень неприятно минус 10 градусов мороза я давай доставать пищевую пленку это все попыталась оботать потому что 31 декабря ясно что работать все начнется как минимум числа четвертого третьего нам вряд ли четвертого пятого это надо купить стекло это надо мне его еще затонировать правильно то есть это не надо салон это все надо искать с новым годом называется я катала заднюю дверь полностью где было стекло пищевой пленкой и рядом была стоянка места никогда не было свободных поэтому я там ее не оставляла и я ее там оставила на выходные пока на выходных место было более-менее свободно ну конечно и потом я уже держала машину свою на стоянке рядом возле дома это не совсем дешево было там для того чтобы я спокойно спала и утро каждое утро не ожидала сюрпризов от которых я просто уже устала не от сюрпризов устала вы знаете а устала от ожидания каких-то неприятных моментов когда я приду и посмотрю или машина будет без колеса или машина будет без одного колеса но в плане того что машина у меня будет зеркало стекло разбитое я конечно знаете как не ожидала и вот такие ситуации тебя как говорится учат и ты постоянно живешь в своей собственной стране вечно на каком-то стрелке ни в коем случае не хочется никого не обижать ни страну, ни людей, ни национальности но понимаете но это факт и когда я приезжаю сюда с этими своими страхами и осторожностями чтобы что-то не случилось чтобы что-то не взяли, не стырили, не украли не вытащили не облапошили хотя этого здесь тоже достаточно здесь тоже есть случаи когда вот элементарно я даже вам могу привести пример случаи когда собаку вот ты хочешь купить собаку щенка специально занижают цену но это я вам скажу то что я знаю по поводу щенков тема да когда занижают специально цену щенка вот например он стоит если очень хороший добротный щенок от родителей полторы тысячи долларов в зависимости от породы да потом цена более-менее сносная такая идет это 500 долларов 600-700 но когда тебе его хотят продать от дети 250 мотивируют это тем что срочно надо продать потому что последний щеночек потому что моя жена беременная мы срочно умещаем измерили обстоятельства и что просят мы вам высылаем щенка или как еще что-то вот прямо последний высылайте нам 250 долларов щенок будет у вас мы прямо его вам привезем для того чтобы точно знали куда нам ехать и что нам надо ехать нам надо точно знать что вы его берете а не облапошьте нас вышлите пожалуйста нам 250 долларов стоимость щенка и завтра он будет у вас и люди высылают клюют на цену и высылают понимаете какая вот штука поэтому вот на такие вещи тоже как бы вестись я знаю что у нас так много тоже было в стране только всякой фишки другого по поводу аренды если высылаете мне в пределах там 20 долларов высылайте мне завдаток отправьте мне на карточку и все квартира ваша а той квартиры в помине нет понимаете а он дает завдаток за какую квартиру фотографии которую он видел в общем я думаю что это уже не воровство мошенничества но это все оно рядышком всегда идет параллельно неприятно что одно что второе но этот гараж который я вижу в течение пяти дней открытый и когда здесь никто ничего не трогает оно никому ничего не надо меня это поразило я понимаю что здесь у нас как бы закрытая территория как бы закрытая территория когда заходишь в бассейн надо под выходишь надо нажимать под закрываются ворота когда въезжаешь в эрю ну поймите здесь вы видите сейчас да посмотрите какие здесь заборчики шоу а что они два с половиной метра высотой и набиты стеклами или как у нас делают набиты осколками стекла сверху на этих двух метровых заборах а еще и колючая проволока нет это не преграда для людей которые хотят что-то где-то стырить чужое я из Одессы и прошла хорошую такую школу в Одессе на седьмом километре кто знает кто знает седьмой километр это огромный промрынок где я была наверное с основания этого рынка я еще будем так говорить торговала когда рынок был на молдаванке я тогда была студенткой я таким образом я там выживала будем так говорить начинается я там спекулировала да то что раньше садили я выживала будучи студенткой я в начале базара покупала какую-то вещь которая была актуальна на данный момент на данный сезон я помню зима были очень актуальны такие шапочки зеленые какие-то с полосочками шарфиком вот такие были наборчики я помню покупала за 35 рублей и продавала в конце базара за 70 рублей и за работу вот так 35 рублей я могла жить потому что было тяжеловато в студенческие годы каким-то образом надо было себя одевать и кормить вот таким спекулятивным образом я и в Одессе пробивалась ну вы знаете это атмосфера Одесса тебя учит жить прожив в Одессе ты можешь выжить в любой стране я думаю уникальный город это как город серая страна параллельно с юмором и положительными эмоциями позитивом там живет и сумасшедшая грубость хамство и бедлячество вот как-то вот оно все миксуется поэтому хочешь хамство единый седьмой километр но это по крайней мере было раньше единый седьмой километр особенно на привоз 洲 и там и только скажу что-то против что фу какие кислые яблоки И тебя там конечно с ног до головы расскажут где ты родилась и какая ты родилась Кто тебе родит и твою будущее жизнь хихихи как ты будешь жить в общем вот такой план вот так да красиво птичка летит когда я жила будучи студентной Родину в рот можешь сидеть или стоять в троллейбусе трамвае И сумка пусть болтается сзади Пойди на базар На привоз тот же Пусть у тебя сумочка будет сзади болтаться Или торчит просто у тебя не застегнутая Или не застегнутая зеленочка Или очень тонкая сумочка Которую лезвием порежут И вытащат, чтобы даже не заметишь Выбивали даже с внутренних карманов Кошельки И даже это не замечал Большую школу жизни я прошла на седьмом километре Где прямо группами воровали Я даже видела, как это делали Но ни в коем случае нельзя было подавать вид Не то, что говорить о том, что вы украли И сказать тому человеку, которого вы украли А даже нельзя было подать вид, что ты увидела Потому что Выследят себя, когда ты выйдешь И Ничего хорошего не будет Потому что было все повязано И милиция, которая там же работала При базаре Я даже знаю, что были такие моменты Когда могли прийти к милицейский участок Если там есть кто-то твой знакомый Ты просто берешь и говоришь Слушай, у меня кошелечек стериль А какой он у тебя? А что там было? То-то-то И тебе могли бы его вернуть Но не с деньгами Если совсем хорошо знакомый Это с деньгами Поэтому это все правда Это действительно так и было Я даже видела, как в рывале куртки Например, идет человек Он берет, свистнул куртку Он быстренько передает ее второму, третьему, четвертому Он ее одевает Сверху одевает другую куртку Он уже идет в этой куртке У него в руках уже ее нет Он идет уже в ней одетый И сверху одетая куртка его уже родная Но это все делается с подельниками Это все делается с компанией Которая, знаете, как бизнес Я так говорю Это настолько делается виртуозно Вы даже не представляете, как это делается виртуозно И специально, например, создается На базаре специально создавалась такая Как бы, знаете, как водоворот В таком плане только людоворот делался То есть человека крутят по кругу Как будто бы хотят пройти А это все свои люди Их там человек 7-8 Они, ну что ты толкаешься Дай пройти, дай пройти В это время, пока я кричу, дай пройти Второй в это время у него выбивает Где-то там нащупывает кошелек В общем, все, что угодно Я вам говорю Я когда была на седьмом километре Где у меня были деньги У меня был трехлетний сын И в таких у него тогда были такие Как у нас сейчас бойфренды Да, вот из такого плана бойфрендов он ходил Там были огромные карманы Ему было три годика на это время И я в эти карманы Ложила деньги Документы, деньги, все остальное И все И когда я, конечно, что-то покупала Хотела расплачиваться Я наклонялась У этого малыша открывала карманчик Доставала денежку, расплачивалась Естественно так, чтобы это не видели прохожие Потому что ты не знаешь, кто прохожий Кто он такой И поэтому ты заходишь в Там же контейнера были И сейчас они там есть В контейнер Это все Ребеночка туда заводишь Открываешь, расплачиваешься Все, опять затягиваешь Я же говорю, иногда женщины Даже в изгалтерах там что-то держали И я прямо не знаю Как они там совсем В изгалтерах что держали Что иногда и этого не находили Я так думаю Что надо было прятать Очень неплохо эти деньги Поверьте мне Это я не придумала Это говорю как есть Поэтому с такой школой жизни Которую я прошла В Одессе На одесских рынках Наверное, поэтому меня здесь Это все поражает Это все мне очень удивляет Это мне все настолько Я на этом такой акцент делаю Внимание Поэтому я решила сделать это Вериться в то, что все-таки Людей хороших больше И ситуации, в которой мы будем Сталкиваться в нашей жизни Хороших будет больше Всем всего хорошего Позитива, положительных эмоций Учитесь и наслаждаться жизнью Всего хорошего Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...